Генеральный директор Росатом Алексей Лихачёв в интервью нашему каналу рассказал о том, как Россия наращивает технологический суверенитет. Алексей Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер, Анна. Тема технологического суверенитета один из лейтмотивов этого форума. И вот Росатом безусловный технологический лидер в атомной сфере, это мы все знаем. А вот что касается смежных отраслей, там Росатом, у него же тоже есть инициатива, у вас амбиции как раз стать технологическим лидером глобального масштаба. Можете рассказать про технологии, на которые еще обращает внимание Росатома, которые развивает, и что вы можете предложить российским партнерам и зарубежным? Смотрите, Санкт-Петербургский экономический форум это такой своеобразный экономический, технологический новый год. Когда подводятся итоги года прошедшего и формируются планы на будущий год или более длительную перспективу, президент выступает с программной экономической речью. Поэтому можно действительно говорить уже о тенденциях, набравших силу по итогам, что называется, 22-го и первой половины 23-го года. Вот что стало совершенно очевидным для большинства стран нашей планеты, что вопрос технологического суверенитета это не фигура речи, это не политический лозунг. Это категория, которая во многом определит судьбу той или иной страны, той или иной нации. Поскольку наши западные партнеры показали, что готовы перекрыть не только финансовые каналы или культурные связи, но самое главное отсечь от тех или иных технологий в зависимости от правильности в их оценке или неправильности поведения той или иной страны, того или иного государства. Это, конечно, подталкивает наших партнеров к необходимости искать альтернативные, кроме западных, источников современных технологий, как технологий таких глубоких, индустриальных, так и технологий, связанных с жизнью, здоровьем людей, с качеством образования и так далее. Поэтому темы и проекты технологического суверенитета, они объективно востребованы, и спрос на них будет лишь увеличиваться. Конечно же, в сердце, в ядре, если так можно выразиться, нашей работы технологии атомной или выросшей из атомных знаний, из атомных компетенций, это строительство крупных, малых, средних, плавучих, наземных и разных других атомных мощностей. И в этом смысле у нас хороший спрос, качественный, серьезный спрос, и соглашения, и договоренности, они продолжают достигаться, в том числе и на площадке Санкт-Петербургского экономического форума. Из атомных технологий энергетических выросли атомные медицинские технологии. Мы тоже их активно предлагаем и уже реализуем, даже в таких экзотических условиях, как в Боливии, на 4 тысячах метров над уровнем моря. И этот проект пережил давление и местной политической нестабильности, и пандемии реализуется в сроке. Примеров можно много приводить. И смотрите, что интересно. Я возьму только три последних темы нашего присутствия в странах, три государства, которые в днях, даже не в месяцах, а в днях последних, дали нам юридически значимое желание о развитии сотрудничества. Страны очень разные. Это Мьянма, это Шри-Ланка, это Киргизия. Вот они появились совсем-совсем на днях на нашем горизонте. Но мы видим, что они хотят одну мощность, может быть, начинать хотят с небольшой. Хотят сразу же здесь же локализовать и атомные медицинские компетенции, и другие направления работы, которые есть в копилке Росатома, в нашем портфеле заказов. Они тоже существуют. Это хорошо, потому что все-таки спрос на наши технологии в странах с растущими экономиками, в странах, где развивается индустриальная повестка дня, где формируется технологический ландшафт, это как раз то, что доктор прописал. Понимаете, образно говоря, потому что понятно, что рынок Европы, он будет ограничен и политическими рамками, и насыщенностью собственных технологий. Рынок США, видимо, будет для нас где-то закрыт, где-то так зарегулирован, что неинтересен будет нам в конечном итоге. И, конечно же, мы свое будущее, свою программу развития на десятилетие связываем не с этими территориями, мы их связываем с растущими, иногда даже дерзко растущими экономиками, но и с теми странами, которые в хорошем смысле слова, я подчеркиваю, в хорошем смысле слова, в сегодняшней сложной политической, экономической, мировой ситуации хотят заработать. А что здесь плохого? Эти страны хотят быть богаче, люди хотят, чтобы их люди жили лучше. И у нас есть что предложить, для того, чтобы так оно и было. Естественно, при полном соблюдении экономических и политических интересов Российской Федерации. Не могу не затронуть тему Северного морского пути. Понятно, что ситуация сейчас изменилась. Актуальна ли еще круглогодичная навигация, которую собирались открыть в 2024 году? Какие вообще изменения ждут этот проект? Вопрос достаточно серьезный и такой, я бы сказал, комплексный. Вот смотрите, у СМП есть два измерения, если так можно выразиться. Они не противоречат друг другу, а они, наоборот, скорее друг друга поддерживают и развиваются не один за другим, а развиваются параллельно. Первое – это реализация национальных интересов. И в этом смысле значение СМП, с учетом давления на Запад, оно только увеличивается. Это вопросы, конечно же, экспорта наших природных ресурсов, нашими компаниями на рынки Юго-Восточной Азии, Южной Азии, там, где востребована эта продукция. И только считая уже подтвержденные планы перевозок наших компаний, мы выходим в 2024-2025 годах на 80 миллионов тонн, к 2030 годам эта цифра пересечет явно 100 миллионов тонн. И дальше 100, 150, 200, не будем, как говорится, загадывать, но будем готовиться к этому. Но, опять же, с учетом такого внешнего давления и вопрос решения внутренних проблем, внутренней территориальной связанности через Северный морской путь, с учетом нагрузки на железные дороги, он тоже приобретает актуальность. Это еще и импульс развития нашей судостроительной промышленности. Вот мы, с учетом строительства ледоколов, создали новые производства. Практически 100% импорт независимые. Вот это все нужно сейчас внедрить и в арктическом судостроении, при создании балкерного флота, контейнеровозов и так далее. Большая-большая серьезная повестка дня. Это триллионы рублей, триллионы рублей, в том числе и доходы федерального бюджета. Поэтому внешнее давление усилило и повысило значимость СМП. Но есть и другой аспект, другое измерение. Это международная востребованность. Ну, что с точки зрения математики, что с точки зрения экономики, понятно, что движение по СМП, оно и короче, и выгоднее, если мы говорим о товарообменах между азиатским регионом и европейским. Все это уже много раз доказано. Конечно. Есть определенная дополнительная нагрузка на работу в СМП, с учетом сложности ледовых условий, с учетом того, что чистая вода там 3-4 месяца, да меньше на самом деле, иногда даже в году. Поэтому актуальный вопрос круглогодичной навигации в восточной части, в западной части мы давно освоили круглогодичную навигацию, а вот в восточной части это вопрос, конечно, дополнительных капитальных затрат. Затрат и бизнеса, и затрат государства. И в этом смысле государство должно подставить бизнесу плечо и взять на себя часть рисков, за этим соглашается и правительство, и президент, часть рисков, связанных с раскаткой, если так можно выразиться, с опробированием восточного направления, северного морского пути, его круглогодичного исследования. Но это нужно и нам, не только международному транзиту, но это нужно и нашим грузоотправителям, таким мощным компаниям, как Новотек, Норникель, Газпромнефть, Газпром, Лукойл, Роснефть. И вот тот случай, когда классически можно одной пулей, или, образно говоря, одной бюджетной инвестицией, убить сразу двух зайцев, а на самом деле таких крупных-крупных медведей. То есть раскатать Восток в интересах наших компаний, при этом создавая благоприятные и привлекательные условия для международного транзита. Понятно, что нынешнее давление имеет краткосрочное негативное влияние на международный транзит, как немножко посты ли сейчас наши партнеры некоторые к наращиванию перевозок, но стратегически отнюдь нет. И наше соглашение, которое мы сегодня подписали с ДПВЛ, одной из ведущих логистических компаний, представляющей Объединенные Арабские Эмираты, это подсказывает, что у наших партнеров и в Персидском заливе, к слову сказать, и в Китайской Народной Республике, и в Индии, есть долгосрочные, очень обоснованные планы на использование Северного морского пути. А у российских компаний есть заинтересованность в этом проекте? То есть выраженная уже в определенных соглашениях договора? Конечно, конечно. Могу сказать, что по поручению президента Российской Федерации подписаны трехсторонние соглашения между нашими компаниями частными, правительством и госкорпорацией Росатом, о таком поэтапном наращивании перевозок на СМП. Это абсолютно счетные цифры. То есть оно остается в силе, грубо говоря, ничего не меняется. Да, и здесь что важно понимать, эти соглашения нужны не только Росатому для строительства ледоколов, не только правительству для создания инфраструктуры, они нужны и самим компаниям, потому что обеспеченность ледоколами инфраструктуры – это базовое, базовое условие для привлечения ими инвестиций, в том числе и иностранных инвестиций, в эти добычные проекты. Поэтому здесь такая очень сложная, но многоплановая ситуация, связанная с введением государственных, частных и международных интересов. Но это все же на пользу России. Мы же управляем этим процессом, мы же создаем правила игры, понимаете? И мы привлекаем наших международных партнеров, и у нас есть выбор, понимаете? Это очень хорошо. То есть СМП – это совершенно безальтернативный путь экспорта для России и очень серьезный козырь, очень серьезный аргумент в дальнейшем наращивании международного авторитета Российской Федерации. Тема Запорожской атомной станции не уходит из заголовков информагентств. Сегодня она снова там. Вообще позиции Росатома и МАГАТЭ, насколько они близки, насколько одинаков подход к этой проблеме, к этому вопросу? Россия и Росатом, как и коммерческие предприятия, и как ведомство одновременно, мы в двух лицах, отвечающие за ядерный сектор, здесь позиции едины. Главная наша задача в текущей сложнейшей обстановке, в военно-политической обстановке, обеспечить абсолютную безопасность и безаварийность состояния Запорожской атомной станции. И в этом мы с МАГАТЭ совпадаем. И в этом смысле и сам Рафаэль Гроси, генеральный директор, и большинство членов его команды, я бы сказал так, простите меня за этот пафос, рискуя жизнями, вместе с нами эту задачу выполняем. Понятно, что у международной организации, какой является МАГАТЭ, другая система оценок, другой мандат, как говорят в таких случаях, и в этом смысле руководство МАГАТЭ, участники миссии на Запорожскую атомную станцию воздерживаются от политических оценок, заявлений. И для меня, так по-честному вам скажу, немножко, к сожалению, не имеют права даже определять официально авторов обстрелов, авторов разрушений. эмоционально могут, юридически не имеют права. У них нет на этом мандата. Алексей Евгеньевич, спасибо за интервью. Спасибо вам.